Здравствуйте, компания Progress Auto. Сегодня у нас краткое, но очень познавательное видео по вилочным погрузчикам, тем, что у нас есть и тем, что в принципе бывает. Соответственно, начнем с самого простого. Вилочный погрузчик обычно используется для чего? Правильно, для погрузки различной степени тяжести товаров и материалов куда-либо. Отсюда вытекает первое различие по вилочным погрузчикам, это высота их погрузки. Соответственно, высота бывает самой разной и начиная примерно от 3 метров. Соответственно, вот у нас самые небольшие вилочнички по тонне, по полторы тонны грузоподъемностью. Как раз высота подъема мачты у них до 3 метров. Небольшие виллы в комплекте. Затем, естественно, идут вилочники побольше и высота подъема у них, естественно, также больше. Здесь у нас, для примера, КамАЦУ 3-тонный погрузчик, большие длинные виллы и высота подъема около 4-4,5 метров. Соответственно, разница между двумя мачтами различной высоты подъема видно невооруженным взглядом. И покажу самые высокие, что у нас есть. Погрузчик Митсубиши 3,5 тонны грузоподъемностью. И мачта у него реально выше нашего рекламного счета. Соответственно, высота общая у него подъема в районе 5 минимум метров. Поднимает он и больше. Что еще есть? Есть разница в мачтах. В чем она выражается? Выражается она как раз в двух типах мачт. То есть это мачты контейнерного типа и мачты вот такие, как мы сейчас видим. Это обыкновенные они. Контейнерная мачта ездит вне зависимости от самих направляющих. То есть мачту можно приподнять до момента вот этого уже, то есть вилами. И сверху сама мачта не вылезет. Соответственно, можно заехать в контейнер спокойно на вилочнике, что-то в нем внутри приподнять и спокойно это выкатить. Не уперевшись в потолок. То есть если, например, вот эту мачту начать поднимать, то естественно вместе с вилами вверх поедет и направляющая. Что еще интересного есть? Есть непосредственно простые мачты, то есть без смещения. Смещение вил здесь регулируется только непосредственно физическим путем. То есть вилы приподняли, сместили в сторону. Поэтому можно будет поднять, грубо говоря, что-то левее или правее. Есть, естественно, вилочные погрузчики с гидроцилиндрами, которые смещают, катают, так сказать, вилы влево-вправо. То есть вся каретка данная, она смещается влево или вправо. Для этого на вилочнике выведен отдельный рычаг, который как раз отвечает за смещением мачты. Ну, каретки в данном случае. Самое интересное, что у нас есть из этого... А, естественно, есть вилочные погрузчики с мачтами, которые, если можно так правильно выразиться, ломаются. Сейчас покажу примерно, как это выглядит. Соответственно, вот у нас обыкновенная мачта, обыкновенная каретка. На каретке, которая еще дополнительно может работать, как, грубо говоря, фронтальный погрузчик, в данном месте расположено шарнирное соединение с обеих сторон. И по центру каретки как раз стоит дополнительный гидроцилиндр здоровый, который позволяет, что сделать вилочнику? Который позволяет вилочнику, его вилы из вот такого положения вывернуть полностью вниз и поднять наверх. Соответственно, на такие вилы можно спокойно надеть ковш и работать вилочным погрузчиком так же, как, например, фронтальным. То есть по типу блоккета его можно вполне легко использовать. Для погрузок или разгрузок чего угодно подойдет вообще отлично. Соответственно, какой-нибудь песок, например, машину загрузить. Идеально, грузоподъемность хорошая. Если покрытие позволяет, то без проблем это можно будет сделать. Что еще есть интересного у нас, по крайней мере, это, например, вот такой зажим для бумаги. Ну, соответственно, использовать его можно для чего угодно. Сам погрузчик ТСМ, 3 тонны грузоподъемностью. Высота подъема 3-4 метра. И вот такой механизм на нем есть. Что он позволяет сделать? Он позволяет прокрутить по вокруг своей оси полностью данный зажим. То есть можно поднять как вертикальное что-то, например, там, грубо говоря, бочку. Так и горизонтальное что-то лежащее можно сжать, без проблем поднять. Очень удобно для каких-то товаров, которые, грубо говоря, вилами не получится просто поднимать. Ну и, соответственно, конечно же, для специализированных каких-то предприятий, либо людей, которым необходим именно такой тип захвата. Ну, очень крутая вещь, очень удобная. Соответственно, конечно же, заводская, японская. Продается, кстати, отдельно у нас. Можно купить ее отдельно. Подключается дополнительными гидролиниями. То есть на обыкновенном вилочнике у нас только здесь гидролинии будут. На вилочном погрузчике, на котором установлен вот этот вот гидроцилиндр для поворота и для зажима. Вот они здесь гидролинии подходят. Нужна дополнительная пара гидровыходов, которые будут подведены от насоса. Ну, конечно, работает это прекрасно. Плюс поднимали мы этим зажимом ради пробы достаточно высоко, все что угодно. То есть, ну, очень классно работать, им очень удобно. Что еще есть? Есть вот такой тип зажима у нас. Здесь также гидроцилиндр. То есть сверху вы можете спокойненько вот этой штучкой прорезиненной прижать что угодно. Ну, обычно используется для каких-то рассыпчатых, грубо говоря, грузов. То есть, например, у вас там поддон с мукой. И, естественно, если поднимать ее на 3-4 метра, не очень хотелось бы, чтобы что-то сверху соскользнуло. Поэтому снизу берете за поддон вилами, как обычно. Сверху груз прижимаете крышечкой. И он никуда абсолютно не денется. Очень удобно, очень классно работает. Абсолютно 100% у нас отзывы именно по такому зажиму есть. Люди у нас покупали и остались очень довольны на продуктовой базе. Работает отлично и очень удобно. Ничего больше после покупки не рассыпалось у них. Поэтому вот такие вилочники у нас есть. Конечно же, грузоподъемности разные. Высота подъема тоже разная. Возможности у них разные, цены разные. Поэтому звоните, узнавайте. Будем рады подсказать, порекомендовать то, что нужно именно вам. Что подойдет лучше именно вам. Конечно же, отправим куда угодно. Прогресс авто. Звоните. Всего доброго.